Прикамские спортсмены стали призерами открытых чемпионатов и первенства Европы по тэквондо. На соревнованиях выступали спортсмены из 20 стран. В состав сборной России вошли 23 бойца от нашего региона в возрасте от 6 до 17 лет. В рамках первенства в разных категориях пермикам удалось завоевать 12 наград. Золото взяли Даниил Шакиров, Игорь Синенец и Арина Бегтимирова. А в чемпионате отличилась Алина Гайфудинова. Она стала лучшей в личном и командном спаррингах. В эти минуты ВДС Молот проходит очередной матч. Наши хоккеисты принимают одного из лидеров текущего сезона ВХЛ – Альметьевский нефтяник, занимающий в турнире на таблице второе место. Подробно об этом поединке мы расскажем в ночном выпуске новостей. Тем временем в нашем городе прошли большие баскетбольные состязания. Всероссийский турнир под названием «Осень при Каме». Соревнования собрали 6 команд. В гости к юным прикамским мастерам оранжевого мяча приехали коллективы из таких городов, как Казань, Набережные Челны, Воронеж и Улва. Турнир получился спонтанно. Впрочем, это был неофициальный турнир, предваряющий открытие нового сезона, который стартует в конце ноября. Поэтому у всех команд-участниц появилась возможность лишний раз проверить свои силы и увидеть в деле всех игроков. Каждый тренер прислезает разные цели. Кто-то приезжает, чтобы наиграть какие-то тактические схемы, кто-то наиграть детей, у кого похуже получается. Я хочу, чтобы, допустим, мои дети наиграли какие-то тактические моменты. Многие тренеры везут наиграть детей. Кто-то у кого не получаются какие-то элементы в баскетболе, чтобы начали думать, соображать на площадке. Что касается итогов турнира «Осень при Камье», то первое место заняла команда из Казани. На втором – Пермский Уралгрейд Юниор. Третьими стали представители Воронежа. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.